Друзья, здравствуйте. Понятие высокая мода возникло благодаря творчеству талантливого дизайнера, успешного предпринимателя Чарльза Фредерико Уорта. Именно он стал автором стартапа под названием Кринолин, создав металлическую конструкцию, которая надевалась под дамское платье и придавала ему модную во второй половине 19 века пышную форму. Также Уорт по праву считается первым кутюрье, где презентовал свою коллекцию не на манекенах, а на женщинах-манекенщицах. Именно он изобрел лейбл и, подобно художнику, стал подписывать собственные работы, пришивая скромную ленточку со своим именем. Однако наш разговор пойдет не об этом историческом персонаже. Герой нашего нового ролика из рубрики «Личности бренды» не менее знаменитый, успешный, прославленный и невероятно талантливый кутюрье, но в мире велосипедного спорта. Человек, сделавший его поистине красивым и ярким, благодаря окружающим его женщинам. Этот ролик мы выпускаем в день 8 марта и дарим его всем прекрасным дамам. А наш сегодняшний рассказ о Пьетро Сантини. Детские годы законодателя двухколесной моды прошли в итальянской Ломбардии, местечке Ла-Лио, пригороде уютного Бергама. Месте, где в 16 веке творил великий живописец Лоренцо Лотто, автор знаменитой «Мадонны с младенцем». Юный Пьетро был страстным фанатом велоспорта. Антонио Мастерс, Леандро Фаген, Гвида Мессина. Будучи вдохновленным этими великими гонщиками, он мечтал о своем будущем в роли их последователя. Родители юного романтика были типичными представителями рабочего класса. В те годы владение велосипедом было огромной привилегией. Чаще всего заводчане имели один велосипед на всю семью. Сантини не были исключением, но младший Пьетро тайком брал велосипед и ездил смотреть гонки, часто проводя за рулем несколько часов, чтобы мельком увидеть звезд современности. Фауста Капиджи на Бартале. Те несколько секунд радости, которые пилотон проносился мимо вдохновленного подростка, стоили того, чтобы он получал очередной нагоня от отца по возвращении домой. В детство Пьетро было глубоко пропитано атмосферой велосипедных гонов и всего того, что происходило вокруг них. Конечно же, я горел желанием самому попробовать свои силы в любимом спорте. Но надо признать, что получалось это у меня не очень. А вот мои друзья выступали весьма успешно и в будущем стали не только мировыми звездами, но и моими первыми клиентами. Джанни Мотто, с которым я начинал гоняться с самых юных лет, станет победителем Джиро де Италия в 1966 году. А Филичи Джимонди и вовсе удостоился титулу обладателя большого шлема, выиграв Тур де Франс в 1965, Вуэльту в 1968, а Джиро де Италия и вовсе три раза в 1967, 1969 и 1976 годах. Ох, если бы не великий каннибал Меркс, побед у Джимонди было бы гораздо больше. К 18 годам неудавшийся профессиональный гонщик Пьетро Сантини устраивается механиком в местный гараж. Но судьба преподносит парню неприятный сюрприз, оказавшийся в итоге счастливым билетом. По абсолютно нелепой случайности Сантини прямо на работе ломает ногу. Да так, что оказывается неспособным передвигаться. Сломанная нога в итальянском велоспорте вообще имеет какое-то магическое предзнаменование. Посмотрите наш первый выпуск из серии «Личности бренды», где мы рассказывали историю Эрнесто Кальнага, который также в юности, сломав ногу, превратился в итоге в величайшего конструктора велосипеда. Это было ужасно. Я находился в депрессии и, чтобы не умереть со скуки, проводил время в трикотажном ателье моих старших сестер. Они выполняли заказы по пошиву верхней одежды, в основном для жителей нашего городка. «Пьетро, нечего сидеть без дела, руки же у тебя не сломаны. Давай я научу тебя вязать, чтобы ты мог помогать нам», – сказала мне старшая сестра. «И что вы думали? Через пару недель я научился вязать одежду, как заправский портной». Но выполнять заказы для окрестных Белл Сеньора мне было неинтересно. И тут я вспомнил о своих почти позабытых друзьях-велосипедистах. Ведь им тоже нужна добротная спортивная одежда, которую я мог бы предложить, пока скучаю у сестер в ателье. Так юный Пьетро, как сказали бы сейчас современные маркетологи, нашел уникальное торговое предложение для своей целевой аудитории. Дело пошло как нельзя лучше. Протестировав продукцию новоявленного кутюрье Сантини, его товарищи, которые продолжали свои карьеры велогонщиков, составили первый пул его заказов. Довольно быстро их стало так много, что Пьетро предложил сестрам прекратить выпуск «Шерпотреба» и переключиться на серийный выпуск спортивной одежды для велоспорта. После своего выздоровления о возвращении Пьетро в гараж не было и речи. Он полностью погрузился в процесс швейного производства. Так, по иронии судьбы, Сантини вновь вернулся в профессиональный спорт, но в необычной для себя роли. В сентябре 1965 года Пьетро Розино Сантини в торговой палате города Бергамо зарегистрировал компанию «Сантини Маглифика Спортива», ставшей на долгие годы законодателем безупречного стиля передовых технологий и принадлежности к высшей лиге мирового велосипедного спорта. Все истории успеха уникальны по-своему, но объединяют их три главных спутника. Страсть. Когда вы готовы свернуть горы ради достижения цели. Рациональное использование ресурсов, как финансовых, так и физических. И опытный наставник, который поможет реализовать поставленную цель. И если вы уже выбрали своей страстью велоспорт или триатлон и готовы к достижению своей цели, лучшим помощником в этом станет сеть магазинов велоспорт. Оказавшись здесь, вы почувствуете, что такое истинный комфорт и сервис. Опытные консультанты, все как один фанаты велоспорта, подберут для вас лучшее оборудование и экипировку, исходя из бюджета и физической подготовки. Обязательно расскажут о новинках индустрии, дадут совет из личного опыта. Правильная посадка, техника педалирования, качественный сервис и ремонт велосипедов любой сложности. Проведите тренировки на ватбайках или своих велосипедах, наслаждаясь, например, видами самой красивой набережной столицы. Уютные раздевалки и душевые, а еще массаж и вкусный ароматный кофе. Доставка и хранение велосипедов и… Да, интернет-магазин. Если времени совсем нет. А по промокоду ПАНФИЛОВ вы получите скидку на любые товары и услуги магазина Велоспорт. В общем, это и есть сервис. За вас сделают все, кроме тренировок, разумеется. Будьте с нами. Велоспорт – это мы. В 70-е годы прошлого столетия ознаменовались приходом в мир спорта новых инновационных материалов для производства экипировки. Традиционно шерсть заменялась полиамидом. К примеру, раньше вместо привычного современным гонщикам велосипедного памперса пришивали замшевые вставки. Представляете? Сантини же становится пионером отрасли и внедряют синтетические антибактериальные прокладки, которые позволили получить гонщикам более комфортную посадку. Это давало им возможность агрессивнее бороться во время гонок и одновременно повышало безопасность. Сантини активно развивается. И в 1977 году впервые становится спонсором профессиональной велосипедной команды Peugeot Esso Michelin. Этот шаг, предпринятый Пьетро Сантини, стал решающим с точки зрения узнаваемости и позитивного восприятия бренда. В 1979 году компания анонсирует цветные велошорты. До этого нижняя часть экипировки гонщиков всегда была черной. Конечно, яркие цвета экипировки не стали революцией в достижении спортивных результатов. Но это позволило каждой команде обрести свой стиль, отличаться в пелотоне и в конечном счете стал привлекать в велоспорт все новых и новых спонсоров, которые инвестировали в развитие отрасли. И все же настоящая революция, автором которой стал именно бренд Сантини, случилась в начале 80-х годов 20 века. Тогда технологам компании удалось создать так называемую сублиматическую печать. Такой способ нанесения позволяет сохранить качественную картинку на теле спортсмена вне зависимости от растяжения ткани, ее влажности или толщины. Спонсоры и руководство команд были в восторге. Раньше нанесение надписей и логотипов производилось тем вышиванием. Это долгий, дорогостоящий и трудоемкий процесс. К тому же вышивка хорошо держалась на старых трикотажных тканях, но пришедшая им на смену синтетика не могла обеспечить ровное нанесение и четкую картинку. Современная печать позволяла создавать любой дизайн. Цветные гаммы, размеры, масштаб – все это делало спортивную одежду единым рекламным экраном. В сочетании с эластичными тканями, мягкими памперсами и комфортом во время эксплуатации одежда от Сантини стала эталоном. Не только для топовых гонщиков, но и огромного числа поклонников велосипедного спорта. Чтобы заявить о себе и продемонстрировать наши технологические возможности, мы решили сделать велоодежду, которую никто никогда не видел и даже не мог себе представить. В те годы мир захлестнуло арт-искусство. Живопись, архитектура, инсталляции, скульптура. Одним из самых дорогих аукционных экспонатов тогда были работы голландца Пита Мандриана, положившего начало абстрактной живописи, в частности неопластицизма, и творившего вместе с такими мастерами, как Малевич и Кандинский. Его живопись вызывала восторженные отзывы критиков, а для нас была технологически сложной с точки зрения воспроизведения на синтетической поверхности. Но именно в этом и заключалась наша идея. Сантини создает линейку велосипедной одежды для команды «Ля Вейклер» по мотивам картины Пита Мандриана, которая называлась «Композиция номер 8» с большой красной плоскостью, желтым, черным, серым и синим. Примечательно, что этот джерси стала культовой моделью и по сей день разделяет велосипедные гонки на время до и после. Именно в этих двух одинаковых майках состоялась названная впоследствии экспертами «Битва Титанов», за которой, затаив дыхание, наблюдал весь мир. Эта легендарная дуэль произошла на Тур-де-Франц в 1986 году. Действующие лица – Бернар Ино, французский велогонщик, четвертый после Жака Анкителя, Филичи Джемонди и Эдди Меркса, человек на планете, выигравший все три грантура – Джиро де Италия, Тур-де-Франц и Уэльте. Кстати, о Мерксе мы рассказывали в нашем выпуске про великого Эрнеста Кальнага. Рекомендую к просмотру это видео. Вторым дуэлянтом был американец Грег Лимон, человек, который по неожиданной случайности оказался в профессиональном велоспорте благодаря именно Бернару Ино, который пригласил молодого Лимонда в качестве своего помощника или Грегори на сленге велогонщика. На тот момент Лимон имел бронзу и серебро в двух предыдущих Тур-де-Франц, но до последнего не оставлял мечту победить своего старшего товарища по команде. Бернар Ино после пяти побед на большой петле заявил прессе, что уж в этот раз будет помогать Грегу Лимонду стать чемпионом. Вообще в профессиональном спорте, особенно тогда, не было принято иметь двух гонщиков в одной команде, претендующих на победу в генеральной классификации. Такие случаи были, но, как правило, связано это было либо с травмой основного участника команды, либо как вариант запасного игрока на непредвиденный случай. Но в 1986 году все пошло не по плану. В команде Леви Клэр существовало два претендента на победу. Смирившийся было с ролью дублера Ино в середине велом многодневки, не смог усмирить свою гордыню и включился в противостояние со своим одноклубником. Гонка из борьбы Кабан за титул генеральной классификации превратилась в очную дуэль двух непримиримых соперников, выступающих бок о бок в одной команде. Две майки Леви Клэр с картиной Мондриана не уступали лидерству друг другу. Невероятные отрывы в горах сменялись перемирием на равнине. Оба работали как одержимые, вкладывая всю страсть в педали. Порой было непонятно, работают ли они намеренно против друг друга или хотят оторваться от пилотона, чтобы в финишном спорте разобраться между собой. На решающем этапе они финишировали, взявшись за руки. Но по итогам гонки победил Грег Лемон. Захватывающая история сделала двух гонщиков звездами первой величины, а бренд Сантини невероятно узнаваемой маркой велосипедной одежды во всем мире. Папа брал меня почти на все соревнования. И в тот год, когда Бернар и Ной Грег Лемон выступали на Tour de France в необычных майках с картиной Мондриана, мне было всего 9 лет. Но я хорошо помню, как все вокруг только и говорили. Победа этих двух сумасшедших была бы не такой яркой, если бы они выступали в обычной форме. Поначалу мне казалось, что суровые взгляды болельщиков, прикованных к этой паре, вызваны недовольством такой формы, которую изготовил для них папа. Но потом я поняла, что они просто напряженно болеют. В том возрасте мне нравилось в их майках то, что они были сразу заметны, едва появившись на горизонте. Успех был настолько оглушительным, что в 1988 году Всемирный союз велосипедистов UCI подписывает договор, согласно которому Сантини становится официальным поставщиком формы на старты чемпионатов мира во всех велосипедных дисциплинах. Именно тогда родилась радужная майка чемпиона, ставшая олицетворением превосходства гонщиков. Отмечу, что этот контракт действует до настоящего времени. А новые технологии производств и нанесение печати позволили Сантини существенно сократить сроки производства, удовлетворяя растущий спрос и выйти на передовые позиции в отрасли. В начале 90-х между производителями спортивной одежды развернулась борьба за технологическое лидерство. Теперь экипировка была не только стильным аксессуаром и рекламной вывеской спонсоров, но и настоящим инструментом борьбы за пьедестал и ее обладателя. Буквально малейшее преимущество стало определяющим для достижения победы. Например, отведение влаги с тела гонщика может снизить температуру тела и, соответственно, частоту сердечных сокращений, делая его передвижение менее энергозатратным, а значит, увеличивая конкурентоспособность перед соперниками. Так появляются новые мембранные технологии. И Сантини стала первой внедрившей их в велосипедную одежду. Эта ткань с мягкой оболочкой идеально подходила для езды на велосипеде, обеспечивая гонщику высокую воздухопроницаемость, растяжимость, обеспечивая защиту от ветра и сохраняя тепло. Гонщики быстро поняли преимущество одежды Сантини, а доказательством подавляющего превосходства бренда стало заключение очередного громкого контракта. В 1993 году Сантини становится официальным техническим спонсором Giro d'Italia и поставщиком Maglia Rosso, розовой майки-лидера, символа главной итальянской белой многодневки. Нужно понимать, что мы делаем не одну майку розового цвета для победителей этапа. Во-первых, количество моделей определяется числом квалификационных зачетов. Например, на Giro их четыре. В генеральном зачете майка, конечно, розовая. В спринтерском цикламеновая. Синяя для горных королей и белая для молодых гонщиков до 25 лет. И, как вы понимаете, мы не можем предугадать, кто именно из гонщиков станет обладателем этих майк. К тому же они могут меняться хоть каждый день. Дизайн майк не повторяется из года в год, и каждый раз на любом гонщике они должны выглядеть безупречно. Конечно, это гораздо сложнее, чем сделать капсульную коллекцию для определенных спортсменов одной команды. Но это невероятная честь каждый день, год за годом, становиться символом побед сильнейших атлетов планеты. В 1998 году Сантини становится официальным поставщиком команды Меркатоне Уну, в которой тогда творил неповторимый Марко Пантани, сияющая звезда Италии. Человек, покоривший в тот год поочередно Giro d'Italia, а затем Tour de France, став первым итальянским гонщиком после Феличи Джемонди, покорившим большую петлю. Велосипед Бьянки, подаренный мне Марко Пантани, в сезоне, когда он достиг своего величия, до сих пор стоит у входа в офис нашей компании. Мне жаль, что такого гениального спортсмена постигла такая судьба. Однако итальянцы всегда помнят своего пирата, настоящим отчаянным бойцом, никогда не останавливающегося ни перед какими трудностями и авторитетами. Каждый раз, когда я прохожу мимо его велосипеда, кажется, что вот сейчас он побежит к нему, схватит и помчится на нем покорять новые вершины. В новый век Сантинни шагнул, будучи непререкаемым лидером в области технологических инноваций, одним из самых узнаваемых брендов велоспорта и техническим партнером новых команд-фаворитов. Маппей Квинстеп, чей дизайн майки стал легендарным, и по сей день она остается настоящей иконой велоспорта, признанной фанатами по всему миру. А также Лампре Фон Деталь, одной из сильнейших команд Пелотона, которая тогда сумела выиграть 31 гонку мирового тура. Дизайн майки, благодаря сочетанию ярких синего и розового цветов, также быстро стал известным и до сих пор является популярнейшей моделью любителей велосипедных гонок. Несмотря на растущую популярность Сантинни, я все более четко стал осознавать, что не успеваю за временем. Быстрее становились не только велосипеды, но и изменения, происходящие в отрасли. Величие нашего бренда в семье, которая является неотъемлемой его частью. Как когда-то мои сестры стали началом компании Сантинни, так и на рубеже веков эстафету управления подхватили моей дочери. Вначале старшая Моника в качестве генерального менеджера, а затем и младшая Павла, возглавив направление маркетинга и дистрибуции. Их усилиями мы не только смогли упрощить свое лидерство, но и ворвались на совершенно новые рынки, которые сейчас являются драйверами роста Сантинни. Новые технологии и требования к ведению бизнеса не могли не сказаться на менеджменте компании. Кроме того, в эпоху, когда почти все конкуренты перевели свое производство в страны Юго-Восточной Азии, для снижения затрат Сантинни до последнего оставалось привержено итальянским ценностям. Производство по-прежнему сосредотачивалось в Бергамо. Кроме того, в Сантинни традиционно много инвестировали в технологические разработки. Все это требовало ювелирного управления брендом. Мы с сестрой с самого начала были уверены, что наша жизнь станет связана с фамильным бизнесом. И я, и Паула получили прекрасное образование, после чего мы достаточно долго работали в крупных международных проектах, получая опыт. Но когда пришло время возвращаться домой, мы обе знали, что нужно делать в компании. Первым делом я оцифровала весь бизнес. От самых первых выкроек, которых делал еще мой папа, когда сам вязал трикотажные майки, до всех технологических и бизнес-процессов. Сегодня наше производство выпускает более 600 тысяч изделий в год. Более трех тысяч позиций, от белых носков с вышивкой Сантинни, до уникальных изделий для экипировки мировых звезд всех гранд-туров и чемпионатов мира. При этом непосредственно в производстве сейчас задействовано чуть более 200 человек. 90% из них – женщины. Довольно долгое время рынок велосипедной одежды считался прерогативой мужской части планеты. Именно они были главными потребителями яркой одежды и мишенью для рекламных кампаний. Да, организаторы проводили женские веломногодневки. Например, первая гонка Tour de France fame проводилась аж в 1955 году. Но культуры массового потребления в женском сегменте велосипедного спорта как таковой просто не было. Когда мы с Моникой заявили, что всерьез решили инвестировать в женские коллекции, многие, особенно эксперты мужского пелотона, провожали нас как в последний путь. Некоторые даже пытались разговаривать с папой, чтобы он остановил нас. К его чести отец поверил нам и поддержал инициативу. За последние 8 лет рынок женской велосипедной одежды в общем объеме продаваемой продукции вырос с 2 до 20%. То есть в 10 раз. Мы были готовы к этому и, кроме того, сами являемся потребителями этой продукции. Так как Моника участвует в любительских велосипедных заездах, а я увлекаюсь триатлоном. Пожалуй, никто, лучше нас, не знает, что именно нужно женщине, которая хотела бы сесть за руль велосипеда. С начала нулевых Сантини становится ведущим разработчиком и производителем женской велосипедной одежды. Бренд активно поддерживает и является техническим партнером большого количества женских велосипедных команд и годов. Сегодня коллекции Сантини вызывают такой же ажиотаж у представительниц, язык не поворачивается сказать, слабого пола, как и модели претапартейнеровых домов моды. Это мужчина выйдет на тренировку в велотрусах, купленных в прошлом году. А настоящая велоледи такого позволить себе не может. Чувствуете разницу? Вы ведь помните, какое пространство нужно, чтобы уложить вашу одежду? А сколько занимает гардероб мамы, сестры, дочки, жены? Думаете, между гражданской одеждой и спортивной экипировкой для женщины есть разница? Если сейчас вы одобрительно закивали головой, то сильно ошибаетесь. По оценкам Всемирного союза велосипедистов, через 5-7 лет количество женщин, увлекающихся велосипедом и триатлоном, увеличится вдвое. Так что Пьетро Сантини вполне может быть спокоен за свой бизнес. В 2019-м имя Сантини вновь на устах мирового спортивного сообщества. Оператор, самый известный на данный момент серии гонок по триатлону Ironman, компания World Rattling International подписывает соглашение о стратегическом сотрудничестве с итальянским производителем Сантини. В пресс-релизе акцентируется внимание на высокой технологичности бренда и его высочайшем качестве. По сути, для компании это новый сегмент и заявка на глобальное присутствие. Стартовые костюмы Сантини сразу были по достоинству оценены железными людьми и исчезли с прилавков на экспо практически в самом начале своего дебютного сезона. Все дело в том, что в отличие от велосипедистов, триатлеты до 17 часов гонки находятся в стартовых костюмах. Они преодолевают в них и водный этап, который чаще всего проходит в морской воде, затем мокрыми едут на велосипеде, что, сами понимаете, не лучшим образом может сказаться на качестве ткани, и уж тем более велопамперсы. А затем в этом же костюме, включая памперс, который помогает на вело, но совершенно неудобен при ходьбе, преодолевают бегом дистанцию марафона. Поэтому требования к такой экипировке должны быть сверхвысокими. Нам удалось разработать специальную технологию ткани, которая позволяет даже во время дождя сохранять практически сухими тела гонщика. Мы тестировали свою продукцию в самых жестких условиях, как в лабораторных, так и в боевых, совместно с гонщиками команд, которые являются нашими партнерами. За редчайшим исключением, гонки не переносят по причине погодных условий, поэтому требования к нашей продукции невероятно высоки. Костюм должен удерживать тепло в условиях горных этапов при низких температурах, оставаться сухим, если идет дождь, и отводить влагу гонщика, когда он потеет. Кроме того, он должен не пропускать ветер на спусках, но в то же время быть вентилируемым, если спортсмену жарко. Мы не можем предложить гонщику 10 комплектов на все случаи жизни, но обязаны максимально сохранить его физические преимущества в сложившихся ситуациях во время гонок. Сантини никогда не стоят на месте. Сегодня компания ведет разработки в области утилизации компонентов для производства, а также собственной продукции. Разработана специальная упаковка для стирки велосипедной одежды. Синтетические ткани при термической обработке выделяют химически активные вещества, которые после стирки остаются в воде. Упаковка Сантини выполнена таким образом, чтобы задерживать эти вещества с целью предотвращения их утечки в мировой океан. Присоединившись ко Всемирной организации охраны морских ресурсов, компания вносит свой вклад в сохранение природы. Кроме того, около 20% экипировки производится из вторично переработанных материалов. А в будущем инженеры Сантини планируют выпускать свою продукцию из полностью биоразлагаемых продуктов. На заре развития нашего семейного бизнеса папа принял четыре принципа, которые легли в его основу. Они отражены на логотипе бренда. Фит или посадка. Одежда должна сидеть на вас так хорошо, что вы не должны ее замечать. Это ваша вторая кожа. Такую цель мы ставим себе при разработке. Перформанс. Исполнение. Команда Сантини является пионером в области технологий, и каждое изделие должно обеспечивать вам максимальную эффективность и производительность в седле. Комфорт. Качество ткани, размер модели и каждый шов должны обеспечивать непревзойденный результат. И последнее. Дюрабилити. Долговечность. Сантини производится в Италии высококвалифицированным персоналом из материалов высочайшего качества, проходя тщательный контроль и при правильной эксплуатации должны служить вам на протяжении всей спортивной карьеры. В 2022 году Сантини становится официальным техническим партнером легендарной большой петли. Главной веломногодневки планеты Тур-де-Франс. Вся экипировка поставляется как для мужских, так и для женских гонок тура. А в 2023 аналогичное соглашение с Сантини подписывает третья гонка гран-тура Уэльта Испании. Он приходит в офис каждый день. Приходит первым и уходит последним. Он здесь всегда по субботам, потому что читает журналы о велоспорте. Это сводит мою маму с ума. Она всегда говорит ему, не нужно быть в офисе выходные. Но папа по-прежнему не может жить без велоспорта и даже в выходные приходит на работу в костюме, чтобы узнать все новости, которые произошли за последнее время. По утра в понедельник я нахожу на своем столе прочитанные им журналы с пометками внутри для всех страниц, которые мне следует прочитать. Он делает это каждую неделю, сколько я себя помню. Оглядываясь на свой долгий путь, я четко осознаю, что за всеми успехами и победами стоит любовь. Это большое чувство, его нельзя передать словами. Любовь к своей земле, моей родине, которая наполнена историей и шедеврами мирового искусства. Любовь к моей семье и в первую очередь женщинам, окружающим меня. Сестрам, которые привели за ручку в бизнес. Жене, которая поддерживает. К дочерям, которые развивают семейное дело. Без них, моих женщин, ничего не могло случиться. И любовь к тому, что нравится тебе больше всего на свете. Я люблю восход солнца, поднимающегося над дорогой, шум в ушах и ветер, который встречает тебя, как только ты начинаешь двигаться вперед. На велосипеде. Бренд Сантини сегодня представлен более чем в 60 странах мира, на всех континентах, где живут люди. Самые сильные и отважные из них с гордостью надевают одежду Сантини, оказавшись на подиумах главных стартов планеты. Миллионы по всему миру с благодарностью носят спортивные вещи, сделанные с любовью, которые дарит вам Пьетро Сантини. Спасибо, друзья. Увидимся в следующих выпусках.